Количество погибших в результате удара российской армии по железнодорожной станции Чаплина в Днепропетровской области увеличилось до 22 человек, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Не менее 50 получили ранения. По его словам, российские войска нанесли ракетный удар прямо по вагонам. Так Россия подготовилась к заседанию Совбеза ООН, посвященному шести месяцам с начала вторжения в Украину, добавил он. Эта дата совпала и с Днем Независимости Украины, который стал одним из самых тревожных за полгода. За сутки сирены воздушной тревоги прозвучали в стране 189 раз, чаще всего в Полтавской и Кировоградской областях. Наша независимость не закончилась и не закончится никогда. Будет и наш 33-й день независимости, будет и 34-й и все последующие. Пока на земле не остановилось время, Украина навсегда. С каждым днем она будет становиться только сильнее. Это понимают абсолютно все в мире, от Совбеза ООН до всех столиц, без исключения. В этом году День Независимости прошел без многолюдных празднований, зато с выставкой, разбитой украинцами российской военной техники на Крещатике. В свою очередь Владимир Зеленский в этот день наградил медалями отличившихся в боях украинских военных. Некоторых из них посмертно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова